Друзья, всем огромный привет! С вами Аня Bookspace, и да, возвращается одна из ваших любимых рубрик на канале Покупки пятилетней давности. Что я там покупала пять лет назад? Для тех, кто видит формат впервые, я, в принципе, вам оставлю ссылочки в инфобоксе к этому ролику на первые выпуски. А вообще, в этом формате я пересматриваю свои покупки, которые я совершила буквально пять лет назад, и смотрю, какие из них книги я прочитала, какие у меня не прочитаны, какие я книги отдала, так и не прочитав, какие я купила книги в качестве трофеев на полку. Ну, в принципе, и смотрю, какие у меня были ожидания, как они у меня совпали с реальностью. Так что мы поглядим сегодня, насколько у меня были удачными книжные покупки буквально пять лет назад. Но для начала, друзья, поговорим про ваши книжные покупки. И это понятно, пока книги не покупаются, то вы можете купить их с отличными скидками и акциями, в чем нынче нас радует магазин Book24. Нынче в магазине Book24 есть отличнейшая акция. Чем больше вы покупаете книги, тем выше ваша скидка. 20% при покупке от 1000 рублей и аж 30% при покупке от 2700 рублей. Например, вот такую вот прекраснейшую корзинку нынче можно унести домой по очень выгодной цене. Акция действует с 16 по 20 сентября, и вы, разумеется, на нее успеваете. Так что успевайте и затаривайтесь. Ну а если вы смотрите это видео уже после окончания акции, то, в принципе, тоже не страшно, потому что у вас есть дополнительный бонусный промокод BookSpace на скидку в 15% буквально на все, кроме предзаказов. И работает он до 24 сентября, друзья. И еще, ребята, потрясающие новости для всех почитателей и ценителей манги на канале. И я передаю привет буквально всем тем, которые мне рекомендовали свое время токийских мстителей. Как мангу, в которой буквально ворох приключений и путешествия времени. Так вот, к выходу планируется буквально два тома токийских мстителей. Эксклюзивно в магазине Book24 в Буквоеде и в Читай-городе. И по такому случаю магазин Book24 приготовил для нас классный подарок. При покупке первого или второго тома вас ждут стикеры в каждой книге. В первом томе будет один стикер, а во втором томе будет другой стикер. Поэтому обязательно успевайте на эту классную акцию, потому что, разумеется, стикеры ограничены. Знаю, что очень многие ждали эту мангу. Это реально очень крутая новость. Поэтому смело ныряйте по ссылочке в описании и успевайте на предзаказы. Приятных вам покупок. Ну а теперь, друзья, мы переходим к моим книжным покупкам пятилетней давности. В каждом ролике у меня есть отдельные счетчики по этому поводу. Счетчики прочитанного, то, что осталось. Счетчики не прочитанного, то, что осталось. Счетчики отданного, которые я так и не прочитала. И у меня еще также есть счетчик трофеев на полку, которые я купила уже после прочтения книги. Как-то вот так, в принципе, я считаю, лишь что мне так удобно. Вот. В конце ролика я подвожу итоги именно по этим конкретным видео, которые я сегодня буду смотреть, и плюсую к предыдущим подсчетам. Таким образом я смотрю, что у меня дольше всего залежалось на книжных полках. Предлагаю сегодня пробежаться по трем роликам, буквально посмотреть только лишь книги, не все, что я там рассказываю и пытаюсь как-то по книге рассказать, а то, что я, в принципе, вот покупаю. Это будут ролики начала 17-го года, январь, февраль и март. Так что погнали. Смотрите-ка, книжные покупки 17-го года у меня спонтанные и обдуманные. Хм, даже так? Ну, давайте посмотрим. Хей, всем привет, это Анюта. Сегодня буду вам показывать свои покупки за январь, потому что у нас уже с вами на конце... Да, в каком конце? Это будет моя часть про обдуманные покупки. Я, в принципе, обычно их и покупаю. То есть я всегда вымеряю книжки по изданиям, по поводу выпуска, по обложке. То есть врубается моя книжная зануда, которая мне постоянно так нашептывает в ухо. Аня, ну мы же покупаем именно в этом издании, нам другие не нужны. Да пофиг, что он им пускал, что их как здесь, мы ищем именно это издание. Но когда уже подходит время, что мне уже книжку очень-очень сильно хочется, а издания нет, то, в принципе, моя зануда может мне и уступить. Поэтому Повелителя Мух я купила именно в издании эксклюзивной классики, хотя очень ее хотела в издании Астель, красивая книга, потому что в нем у меня есть Джанейр, Одессе и Капитана Аблада и Ребека. И я так хотела именно эту книгу, но ее вообще невозможно найти. Действительно, я очень хотела найти Повелителя Мух именно в этом издании Астель, красивая книга, потому что издание очень крутое, но она была уже тогда редкая. И я подумала, что мне, в принципе, не важно, какая это будет книга, потому что это и так трофей на полку. Книга, к слову, осталась в коллекции именно в этом же издании. Я пока его не заменяла. Видимо, просто не нашла какое-то более, какое-то крутое и комфортное для меня издание. В принципе, и такое тоже норм. Помню, что эта книга была самой первой книгой, которая мне буквально поддых дала после Мефодиапа Слаева, Сумерек и тому подобное. Эта книга, конечно, прям мозги мне взорвала знатно. Читала я ее, наверное, лет 10 назад, может быть, лет 8 назад. Мечтаю, к слову, попаясь в Петербурге на постановку спектакля, каждый раз пропускаю билеты. Их там разбирают буквально как горячие плюшки. Там дальше распинают, что книга очень хороша, очень крутая, мозг сорвала, и так оно и было. Одна из самых впечатляющих книг в моей жизни, серьезно. И моя следующая книжка, я тоже хотела ее в другом издании, точнее, в этом же издании, интеллектуального бестселлера, но с другой обложкой. Это цветы для Эл Джернона, Даниэла Киза. Я хотела ее в издании таком же, но с мышкой. Почему-то мне так хотелось именно с мышкой, но его нигде невозможно было найти. Я подумала, что это тоже может быть скоро исчезнуть, поэтому купила ее с такой обложкой, именно уже с Чарли Гордона. На обложке это главный герой, и в принципе, эта обложка, она больше подходит под атмосферу книги. Между прочим, тоже Трофей на полку, книгу я прочитала задолго до Буктюба, может быть, в 15-м году. Я не знаю, нафига мне нужна была мышка, именно мышка на обложке, но я помню, что я хотела именно вон то, потому что вот принципиально надо. А теперь я понимаю, что, ну, это тоже в принципе норм, и между прочим, эта книга в издании интеллектуального бестселла, это одна из немногих, что у меня в принципе в коллекции и остались. Я это издание уже потихонечку постараюсь заменять. У них, к слову, после этого видео многие писали, что, мол, Ань, я тебе пришлю, у меня есть, но мне уже в принципе и не надо, мне этой книги хватает. Эта книга, я помню, тоже на меня произвела большующее впечатление, потому что я впервые видела, как вообще можно работать со слогом. Не в плане того, что у автора были какие-то неземные метафоры и аллюзии, а дело в том, что в книге повествование ведется от лица слабоумного парня, он ведет свой дневник. И это, в принципе, единственная такая эпистолярка, что мне нравится, потому что она необычная. Представляете себе, что вы считаете дневник слабоумного парня со всеми вытекающими последствиями, с ошибками, с предположениями о мире в таком розовом свете, а потом ему вводят какую-то инъекцию для повышения интеллекта. И у него развивается мозг, он понимает, что все те какие-то подшучивания, доподушные были над ним издевками, и вообще мир не такой, как он себе представлял. И в книге большущая тема того, как влияет интеллект на счастье, как он улучшает жизнь, сделать ее проще, лучше или нет. Крутая книга, злорошее осталось коллекции. И, кстати, она была написана не в наше современное время, а более 50 лет назад. Сейчас скажу точно, в 1966 году. Ну и последняя моя обдуманная покупка, эта книга тоже в издании интеллектуального бестселлера, а именно «Не отпускай меня» от Кадзоа и Сигура. И об этой книге я слышала так много, и поэтому я так рьяно обходила ее стороной. Я даже не смотрела фильм, чтобы себе не проспойлерить ни один момент, и чтобы на меня не повлияла ни одна рецензия, чтобы самостоятельно так о ней совершить впечатление. Я о ней мало что знаю, знаю лишь только то, что там действия происходят в заброшенном, точнее, в закрытом таком пансионе, где растет детей, и почему-то это все окружено большой тайной, и в конце эта тайна обрушится на эти детей. Книга прочитана, более того, мы даже ее обсуждали на стриме с друзьями, но стрим, кажется, остался с закрытой ссылкой, и хорошо, потому что там меня бомбило знатно. Я помню, как сильно мне книга не понравилась. Даже так, мне очень сильно нравилась тема этой книги, она реально тяжелая, и я, в принципе, сделала себе хорошую услугу тем, что я не гуглила ни отзывы, не смотрела экранизацию, потому что я впервые узнала, о чем книга в книге, и такая «Ничего себе нахрен». Меня книга, помню, жутко раздражала тем, что она написана таким будничным языком на такую страшную тему. И у меня был какой-то диссонанс в голове от языка Исигура, а потом я поняла, что, в принципе, это фишка автора при обсуждении. Поэтому книги Исигура очень хороши для совместного обсуждения и прочтения, само собой. Между прочим, у этого томика есть своя маленькая история. Дело в том, что эта книга на книжных полках осталась, она мне тогда прочитана, но ее у меня выкупила Рита Маргарита за 100 рублей. Я помню, я делала анхол, потому что собирала деньги на билет на концерт с пленов в Сочи. И она ее купила у меня, скинула мне 100 рублей, сказала, что, мол, пускай книга остается у тебя на память о нашем обсуждении, не продавай ее. И, в принципе, таким образом я книгу и сохранила, потому что я думала одно время ее отдать после вот всего этого прочтения. И на самом деле я рада, что книга у меня сохранилась, потому что нынче ее, скорее всего, в таком здании не найти. Это раз. И второе, вот, как раз таки есть память о таком интересном обсуждении. Ну, а теперь спонтанности. Просто пришел, увидел и купил. Да, мне бывают подобные приступы вдохновения, когда смотришь на книгу и понимаешь, что мне срочно надо. Не знаю, зачем. Я не знаю, по что там идет речь, но я ее хочу. И так же у меня получилось со сказками о воображаемых чудесах. В принципе, любите рэпфэнтези, а можно пройти мимо такой обложки. Но я вот то слышу, когда я купила книжку именно из-за ее обложки. А потом я узнала, что это сборник рассказов от Дорджа Мартина, Нила Геймана, Стивена Кинга, от Оуца и Сюзанны Кларк. В общем, я думаю, что это просто потрясающий сборничек рассказов. Как неловко-то вышло, господи. Спонтанная покупка. И первая спонтанная покупка, которую я отдала, даже не прочитав. Я ее так и не открыла, в принципе. Я вот ее купила, потому что, ну что, я ее хочу. И что? Хотела, купила, молодец. Если честно, не понимаю, зачем мне она была нужна. Ну, кроме красивой обложки, естественно. Просто я обычно не покупаю никакие сборники разношерстных авторов, даже вот объединенных одной темой. Мартин, Кинг, Гейман, Сюзанна Кларк. В принципе, я почитал, но, наверное, уже как бы нет смысла. Ну и последние два моих комикса, я думаю, вы уже видели в моем инстаграме. Это Королева Крыс, Новиночка и Мистерия Убийства от Нила Геймана. И давайте начнем с него. Об этом комиксе я мельком слышала на Буктюбе, но не придавала ему большого значения. А потом мне его посоветовала в этом флешмобе Ирина Джинджерон Букс. И когда я узнала, что это комикс про ангелов и инженеров, инженер внутри меня просто истерил. Просто, пожалуйста, пожалуйста, давай мы ее купим, давай мы ее купим. Как можно отказать от него внутреннего инженера? Ну, вы понимаете, да? Книгу я купила, книгу я прочитала, от книги меня так бомбило. Это, наверное, было вот первое такое столкновение с Нилом Гейманом, когда я понимала, что это немножко не мой автор. Я была в каком-то лютом бешенстве от финала, мне он очень не понравился. Мне казалось, что автор там обеляет плохих людей, ну потому что, ну че б нет-то? И я помню, с каким удовольствием я с ней рассталась, но я ее прочитала. Помню, что у этой книги, у этого комикса был очень приятный колорит именно по цвету, и что там был такой олдскульный рисунок. А фон, наверное, очень здорово. Но Нил Гейман и я не очень хорошая пара. У меня до сих пор идет мой классический январь. Я держусь изо всех сил, что мне сорваться на эти потрясающие комиксы, потому что этот комикс я очень долго ждала. Это новинка Королевы крыс. Вторая часть. Вездесущие щупреца Нрингота. Не представляю, кто это такой, но я думаю, что это именно та угроза, которая нависла над нашим городом, где обитают эти сексуальные наемницы. Комикс такой же потрясающий, как и первый. Я уже его пролистала, не удержалась. Отличное издание. Меня прям радуют комиксы Imagine и Jellyfish. Очень здорово. Прекрасные иллюстрации, отличнейшие раскадровки, очень бодрые, динамичные сцены. Я могла их так выцепить из комикса, но я его еще не читала. Нет-нет. Разумеется, комикс уже прочитан. Обожаю «Кролев Крыс». И у Image, не Imagine, Аня, Image, у них выходило два тома у нас, в нашем издательстве. Первые два тома «Кролев Крыс» и как бы все. Вот с тех пор прошло пять лет, и фиг там. Решили, видимо, не выкупать серию, видимо, она у них не окупилась, я не знаю. Но, судя по оценкам на Гутрицы, у «Кролев Крыс», там дальше прям рейтинг, прям вот так вот топ-топ-топ-топ-топ, как бы в подвал. Не сильно приятно. Но я помню, что во втором томе гораздо такая более ожесточенно-сексуально-кровожадная такая там тематика. И там очень крутой рисунок, реально. «Кролевы Крыс» у нас про банду наемниц, про феминизм внезапно в фэнтези, про то, как побеждается зло, ну и вообще очень клевый комикс. Еще он чем-то похож, как мне кажется, на «Королей жути». Если вам они нравятся, они вам тоже понравятся. Другой вопрос, что, скорее всего, их уже, наверное, не купить, так что я, в принципе, молодец, что купила их тогда. Кстати, забавный факт. Вспомнила бы сейчас, что у меня на канале есть единственный выпуск про буктюб-блокнот. Олды нынче такие «Ее, буктюб-блокнот!» Аж олдскул и свело, реально. Я сама делала стикеры, я их печатала на принтере, я их вырезала, чтобы там как-то вот снять для видео, и у меня там был разворот про «Королев Крыс». Постараюсь вам не забыть ссылочку оставить. Так, друзья, давайте теперь посмотрим с вами вместе покупки февраля. Вообще, чем у меня отличаются покупки 2017 года и 2016 года, я зачем-то, не знаю для чего, делала покупки по какой-то тематике определенной. Считала, наверное, что-то такая-то у меня вот выделяющая фишка на буктюбе. Да, она была выделяющей фишкой, хотя весьма странной фишкой, но да ладно. Хей, всем привет, с вами Аня, и сегодня я вам показываю свои покупки за февраль, потому что в моей группе ВКонтакте развернулась просто нешуточная борьба за тему следующего видео. Я планировала для вас снимать прочитанное, но что ж, так тому и быть, многие захотели покупки, поэтому сегодня я вам их показываю. Последние пару месяцев у меня тема моих покупок была уже по купленным книжкам, и это будет тоже по купленным, но следующее я буду делать уже, книжки буду покупать под определенную тематику, я ее уже выбрала, но над темой этого видео я долго на самом деле тупила, я просто не знала, как стоит объединить такие разномастные книжки, но потом меня просто осенило. Это же по-настоящему вкусный обед. Итак, начинаем с закуски. Это Хирюрк от Тесс Гэринтен, книжка, которая мне выпала «Годовом флешмобе» на Лайфрибе, и я ее собираюсь прочесть в ближайшие три месяца, точнее, ну, этой весной. Книга, она сама по себе очень остросюжетная, поэтому я ее назвала, собственно говоря, «Острой закуской», потому что она очень маленькая, в ней буквально страничек 300, ее можно съесть буквально за один вечер, но эта книжечка призвана так и зрято потрепать всем нервишки, потому что это медицинский триллер. Прочитана, и между прочим, в тот период, что я и планировала ее прочитать, но вот на полках я ее себе не оставила, потому что уж больно кровавая книга. После нее было такое, знаете, немножко липкое чувство, как будто бы... Как триллер, она нереально захватывает, она очень хороша, оторваться невозможно, это правда. Вот как детектив, мне там не хватило, я помню, герметичности, что ли, герметичности не хватило. Казалось, что автор немножко притянул убийцу за уши вот в эту историю, ну да ладно. Сама история классная, я помню, вот, в принципе, ее сюжет прям основательно. Но пока вот с автором я дальше не знакомилась, не знаю, с чего на самом деле. Если знаете, рекомендуйте в комментариях. И потом, два детектива, они идут в последние жертвы того самого убитого маньяка, которому и подражает хирург, чтобы тот помог им в деле. Христяйший и свежий фэнтези-саматик это новиночка Локута Компания, 4-я часть, Крадающийся тень. Пожалуй, Локута Компания это одно из самых ярких открытий начала этого года. Я решила только первую часть, Кричайшая лестница, но она покорила меня до самой глубины души. Я так рада, что наконец-то до нее добралась. Эту серию я нашла благодаря Буктюбу и я очень рада, что меня девчонки с ней познакомили, потому что это настолько прекрасное городское фэнтези. Это не в теме. Я вам расскажу, что там у нас идет параллельный мир, где-то лет 50 назад, в 1950-х, случился такой инцидент или проблема в зависимости от перевода. Короче, кто не в курсе по поводу Локута, Локут у меня полностью прочитан, полностью весь. И там был такой инцидент, что появились на самом призраке в середине прошлого столетия и с тех пор вот история пошла вот по такой тропе, что у нас подростки только их видят и только они могут с ними сражаться. Реально очень, очень приятная, клевая городская подростковая фэнтези. И единственный момент на канале нет какого-то отдельного нормального ролика по серии. Я считала каждую книгу отдельно в разное время. Я помню даже, что одна из книг, по-моему, даже, возможно, и эта четвертая часть, она мне попала в ролик про марафон 24 сочтения на море, кстати. И я так и не удосуживалась снять какое-то, не знаю, объединяющее, итоговое видео по серии. Жалко. Но книга прочитана, в коллекции, к слову, осталась. Обожаю Локвада, он очень классный. И основное блюдо, то, чем можно насытиться целиком и полностью, исходя из объема, исходя из жанра, потому что это классика, а это книжный лор Маркуса Зусака. Мне кажется, я будто последний эту книгу прочел, но, тем не менее, рано или поздно это должно было случиться, поэтому этой весной я ее тоже читаю, тем более после такого шикарного обзора от Алиса Дема Слышка будет денег вот здесь. О книге я знаю всего лишь три вещи. Первое, это то, что здесь все происходит во Вторую мировую войну. Второе, это то, что есть повествование идет от лица смерти, а смерть здесь это мужчина. И третье, что есть маленькая девушка пытается выжить в таких суровых условиях. Прочитана в январе спустя пять лет, но прочитана. И, разумеется, ожидания стоили того, потому что это была одна из самых необычных книг в моей жизни, даже вот спустя столько насчитанного до нее. Я представляю, какое получают впечатление люди, которые читают ее впервые с маленьким багажом книг за плечами. Представляю, какое это мощное впечатление. И эта книга определенная из тех, которые советуешь каждому прочитать. Я еще умудрилась, что удивительно, прочесть ее до февраля. Иначе бы она не просто мозг взорвала, наверное. Но книга крутая. И две огромные сборные пиццы, сочные, пикантные и сытные. Сказки от Билла Уиллингхэма. Сказки попросила подарок от своего старшего брата. Он долго меня стебал по поводу того, что не стоит читать взрослой девочке такие детские книжки. А я ему показала рейтинг этих книг в 18+, и он сказал, что, ну, ладно, что же поделать. Разумеется, сказки, прочитанные сказки или фейблс от Билла Уиллингхэма. Уиллингхэм. Блин, я до сих пор не могу его прочесть. Уиллингхэм. Да. Мне очень радостно за азбуку, потому что они вот начали этот проект. В начале 17-го года или даже в конце 16-го года был начат проект Фейблс. Осталось буквально два тома до окончания финала этой серии. Это очень круто. И я, разумеется, их в этом плане очень сильно поддерживаю. Фейблс очень масштабный комикс, реально огромная серия, и это, пожалуй, один из самых масштабных ретеллингов ever. Здесь у нас есть буквально все сказки народов мира. Что было бы, если сказки внезапно начали жить в нашем современном Нью-Йорке уже буквально 300 лет? Кстати, рекомендую, как обычно, вам свой видос про ретеллинги. Там я рассказывала про Фейблс гораздо подробнее. Вообще, перевод, конечно, очень странный, потому что Фейблс переводится как и сказки, и сказания небылицы, и предания. Но перевели почему-то как сказки, и для меня это просто максимально упрощенное и лишенное всякой индивидуальности название. Хотя бы перевели бы сказания. Ну, как это звучит? Сказки или сказания? Анечка, камон, посмотри внимательно. Фейблс и сказки, они вместе складываются в шесть буквок. Чтобы не растягивало сказание на всю обложку, здорово сделали именно лаконично сказки. Фейблс, сказки. И там шесть букв, и тут шесть букв. Здесь все нормально по адаптации. Не вредничай. Хотя, возможно, пытались попасть в кругляшки, чтобы оно сопадало с оригинальным названием Фейблс. Там у меня дальше блокнот творческий. Я обычно их не учитываю в почете, потому что, камон, его же не нужно как бы читать. У него нужно рисовать. Я там порисовала и в итоге подарила тоже. Да, те самые малиново-черничные кексики. Это Лунные хроники от Морисы Майер, собственно говоря, Золушка, Красная хапочка и Рапунцель. И это тоже, можно сказать, что это сказка на новый лад, только уже в таком космическом антураже. Я просто влюблена в американское издание всей своей душой. Я так ждала, что его перевыпустят у нас в России, но, увы. Можно найти либо такое издание, либо вот такое, но оно уже пореже, я вам скажу. Так что я подумала, ну, почему бы и нет, могу собрать и это. Но единственный косяк в том, что Винтер или Белоснежка найдена вот в таком издании. И это меня очень и очень бесит. Моя книжная зона просто побит от негодования. Ой, да, ой, да, по поводу издания... Блин, Аня, это АСТ Минстрим. Что вообще, в принципе, хотела? Действительно, такая тема с издания Лунный Хроник это целая эпопея ОСТ Минстрим. Было одно издание, потом другое не доделали, потом третье не доделали, потом в итоге мы получили вот то, что выпускается сейчас. И, к счастью, оно у нас полное. А здесь я даже не помню, я нашла в итоге Белоснежку или нет. Кажется, да, но это не точно. Кстати, ребята, да, я буквально на днях прочла Золушку буквально за два вечера и скажу я вам, что это клево, это здорово. Я не ожидала, что мне так она понравится. Наконец-то я нашла достойный Янг Эдальт. Господи, блин, детектив, Янг Эдальт, это что такое? Ладно. И Мариса Мэйер, не Майер, Мэйер, вот даже вот Е написано. Не знаю, что я ее Майер называла, я, видимо, со Стефаней Майер путала одно время. По поводу этой серии, смотрите, у меня прочитаны именно в этом издании, что я покупала первые две части Золушку и Красная Шапочка, поэтому я их отмечаю как прочитанные, а Рапунтро я в итоге совсем со сетом отдала и ждала уже переиздание. Переиздание мы получили в итоге адекватное, полное, до конца, спустя три года получается. Ну, хотя бы. По поводу Лунный Хроник, это очень прикольно. Янг Эдальт действительно фантастический, увлекательный, в принципе, это даже такой больше рамфан, чем Янг Эдальт, там героини вроде как взрослые, хотя Янг Эдальт, он вроде как до 19 лет, если не ошибаюсь, продвигается, но anyway. Серия прикольная, серия классная, классно с ней я отдохнула и на канале, к слову, есть даже видос, где я рассказывала именно про Лунные Хроники и про два их в Боквилла. Рекомендую. Дальше, друзья, у меня здесь покупки марта 17 года и они значимы тем, не тем, что я там тему определенно подбирала, а тем, что я там впервые показывала книги от издательства. Это были мои первые книги, присланные от Азбуки. Я тогда просто себе места не находила от счастья, реально. Это было очень здорово. Давайте посмотреть на мою довольную ряху. Хей, всем привет, с вами Аня, вы на канале BookSpace и сегодня я вам покажу и немножко расскажу про свои мартовские книжные приобретения. Признаюсь, их было не очень много, потому что я готовлюсь к Библии ночи, сами все понимаете, но в этом месяце все мои книжки были максимально желанны, потому что с темой моих мартовских книжных покупок я не сильно заморачивалась, я просто полезла в свои отложенные книжки и выбрала все, которые я себе купила бы по совету моих друзей с BookTube. В общем, темой этого видео можно было бы назвать «Спасибо тебе, BookTube». И у меня здесь не только покупки, но еще целых две книги от издательства, но самая важная, самая крутая, самая вкусная книжка в этой подборочке у меня от моей подписчицы. В общем, сейчас все вам расскажу, поехали скорее. Кстати, подарки и приставные книги от зрителей, когда еще я их получала, я не учитываю в общем сборе, поэтому проматываю. Итак, не будем откладывать долгие ящики книги от издательства, потому что, ну честно, я безмерно им рада. Как вы думаете, кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Конечно же, это переиздание Робин Хобб от азбуки это что-то потрясающее. И, мои друзья, смешное мясо немножко на дно прикалывается в том плане, что считают меня таким невластным пиарщиком Робин Хобб в России. В общем, решила толкать в массу мой хэштег «Мир должен знать Робин Хобб». И мой хэштег казался магическим. Они теперь узнают весь мир. У нас здесь здесь происходит немножко севернее, то есть в шести герцогствах, 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 в шести герцогствах, в которых править... Шести герцогствах, герцогствах. Ладно, дальше я там очень долго и упорно снова продаю всем Робин Хобб, какая она классная. Разумеется, книги прочитаны не единожды. На канале, к слову, есть более свежие отзывы 21-го года, когда я уже начинала заново Элдерлингов перечитывать и уже нахожусь буквально вот на финишной черте практически. Робин Хобб просто обожаю и очень многих посадила на этого автора само собой. И вообще, это одно из моих самых любимых в фэнтези. Да, многие его считают весьма медленным и не очень, а это вот прям по мне, вот прям по душе. Посмотрите, как я еще прикольно оформляла там покупки. Я помню, сколько это занимало монтажа, потому что я это делала не на отдельном планшете, как бы в один слой, там была куча слоев, отдельный слой, стикер, отдельный слой там, прочитан или не прочитан, но отдельный там слой на каждую фразу. Ой-ой. Между прочим, была очень интерактивна. Анечка молодец. Ну, а эта книжка должна была ко мне приехать еще в начале марта, но она ко мне приехала не 12-го, как обещали, а 14-го. Я поздала к нашей трансляции на канале Алиса Дема. У нас была большая трансляция на нашу клубу «Книжное мясо» на тему обсуждения книги «Замок Броуди». Эта книга меня просто растоптала, разбила мне сердце на мелкие осколки. Она мне вывернула всю душу. Все так, подписываюсь. Следующая книга. Ладно, если кроме шуток, я, по крайней мере, не знаю, куда мне ее заносить. В прочитанное или все-таки в трофее, буквально трофей там два дня. Занесу-ка я ее в прочитанное. По поводу «Книжного мяса» придумали же. Кто вообще помнит этот клуб «Книжное мясо»? Там были я, Алиса Дема, Андрей Ежик в Туманске и Рита Маргарита. Мы там книги обсуждали. В итоге «Книжное мясо» у нас распалось, слегка переросло, перетрансформировалось в книжные овощи. И в итоге все равно тоже как-то особо мы книги не обсуждаем. По поводу «Замка Броуди», пожалуй, что это еще одна очень важная книга в моей жизни, которая мне буквально, знаете, прям голову дала. Вот все так я и сказала. Книга по факту про домашнего тирана и про злоключение его семьи. Я ехала в маршрутке, дочитывала последние главы. Я просто была в шоке, правда. Я не ожидала, что книга может вот так закончиться. В принципе, как бы ничего хорошего она не вела, но тем не менее, Анечка была в афиге. Но я вот не знаю, как бы я отреагировала на нее сейчас, потому что так-то вот сейчас звезды смотрят вниз. Меня не прям так крышесносно впечатлили, как могли бы, если бы я прочла, возможно, раньше, мне кажется. А возможно, просто «Замок Броуди» мне нравится гораздо больше. Так, следующую книгу, а точнее это издание, я увидела на канале Маши Заны. Она показывала, если я не ошибаюсь, Бриджи Джонс, но я уже читала Бриджи Джонс, и она на меня произвела очень неприятное впечатление, в отличие от фильма, который я обожаю. Но моя сне права, Бриджи Джонс, я купила не ее, я купила себе наконец-то «Хроники Нарни». Да, каким-то образом я до сих пор не читала «Хроники Нарни», хотя смотрела фильм очень давно, мне он тогда безумно понравился, потому что графика тогда была ого-го. Ребята, эта книга из серии «Билингва», то есть, самый прикол этой книжки в том, что она написана и на русском, и на английском одновременно. Суть в том, что книга вам позволит учить язык сразу же непосредственно с русским переводом. Дело не в том, что если у нас перевод прямо сразу же рядом дословный, а в том, что мне, например, очень и очень недосуг каждый раз лазит словарь за переводом. Вообще, очень странный выбор книги. Настолько странный, что я в итоге так-то за нее и не бралась, и в итоге я ее отдала. Вообще, вот такие вот «Билингвы» для меня не самые адекватные издания, не знаю, как правильно сказать. Вот на русском и на английском одновременно. Для чего это? Ну, разве что, что вот Анечке вот недосуг лазит словарь, и что она могла быстренько посмотреть слово. В этом, наверное, да. Но есть один нюанс, как говорится. У нас мозг очень ленивый. И, в принципе, как итог ищет пути на меньшего сопротивления. У тебя мозг не будет смотреть на страницу с английским. Он будет постоянно, постоянно пытаться нырнуть в русский текст. И в этом плане «Билингвы» бесполезны. По поводу издания очень странная вещь. Возможно, даже адаптированная книга, потому что уж больно объем маленький. Увидела у кого-то, захотела, купила и отдала. Нормально. Об этой книге я была наслышана но очень давно, еще от «Юли Букс и Раундми», но как-то постепенно все глубже ее засовывало в отложенные книги. Даже не знаю, почему, но что стало тем катализатором для покупки, это был просто офигительный, невероятно крутой разбор от Оли с канала то читал. Вот это вот будет ссылочка и я поняла, что просто я не могу пройти мимо, но Оля мне запретила код, я помню, то, что эту книгу стоит читать до экранизации. В принципе, я так и собиралась сделать, но просто подмывает уже посмотреть фильм с Хабенским, но нет, я об этой книге не знаю вообще ничего, знаю лишь только то, что там у нас происходит какая-то масштабная драма в школьном мире. Между прочим, это такое мое первое основательное знакомство с современной русской прозой. Как говорится, с почином тебя. Не уверена, кстати, что мне очень радостно от того, что я прочитала эту книгу. Ну, прочитала, ну, хорошо, что я получила? Грязь в окошке? Вообще, у Иванова невероятно образный слог, мне очень он нравился, он пишет весьма-весьма музыкально, то есть, все те описания природы, например, когда там выезжал класс, какой-то там, какой-то поход там выезжал, ну, короче, вот все те описания природы у автора были просто как песня, но вот перечитывать ее еще раз, увольте, про спички поколения 90-х, про то, как Слушкин что-то там не соблазнил и не насиловал свою 15-летнюю ученицу, не, мерзотненько. Ну, ладно, кроме этого, там показано, разумеется, там потерянная жизнь поколения, там потерянные мечты поколения, все такое прочее, и даже книге высокую оценку поставила, правда, но еще раз, в эту грязюку залезайте, нет, спасибо, мои сапожки при мне. И по поводу вот фильма с Хабенским, я вот так до сих пор его и не посмотрела, и возможно даже и не буду, потому что не тянет снова эту грязь размазывать, понимаете? А эту книжку мне очень советовала Жем, Маша, спасибо тебе огромнейший за совет, потому что это будет мое самое главное открытие этой весной, пожалуй. Да, ребята, я говорю про Экслибриум от Баббл, самое крутое, пожалуй, в этой книге, это книжная магия, книжная магия, то есть не просто магия завязана там на фэнтези, на чарах, на, не знаю, мечах и так далее, драконах, а именно на романах как таковых, то есть бумажных романов, в общем, ладно, ребята, все будет подробно, рассказано в прочитанном. Да, разумеется, комикс, первый томик, первая ТПБшка, у меня она прочитана, как, в принципе, и все 8 томов из первого условного сезона Баббл, и вот та же фигня, что есть с Локвудом, что у меня нет какого-то единого полноценного отзыва на серию, что жалко, как бы по-хорошему нужно такое делать. Очень сильно помню фанатела по Баббл, в принципе, вот по Экслибриуму, по Майору Грому, Экслибриум, классная фэнтезюшечка, фэнтезюшечка, классная фэнтези про книжную магию, действительно, причем там еще меняются художники, прямо начально я как бы артачилась, но потом поняла, что, в принципе, это даже оригинально и симпатично. Там тема такая, что иногда персонажи из книги выпадают, а история каждый раз повторяется, иногда она зацикливается, работает неправильно, какую-то шестеренку. Разумеется, там все пойдет как бы в разлад, и это очень классно. И там буквально, знаете, из персонажей потом вырываются какие-то чудовища, они там трансформируются и пытаются усмирить. Круто, реально здорово, очень визуально, такие прям специфекты классные сделаны в этом комиксе. Но момент такой, что я его собирала долго. Более того, я собирала его по ТПБшкам, само собой, а еще у меня был момент, когда я собирала его по синглам, то есть буквально, знаете, там по серии в неделю, даже вот не в неделю, там, по-моему, сингл выходил раз в месяц. А в ТПБшке, по-моему, было 5-6 синглов, кажется, вместе. Ну, короче, я очень долго ее собирала и очень долго ждала. И в какой-то момент я даже к серии остыла немного. Возможно, меня еще слегка охладил финал. Не помню, чтобы он был прям плохим, прям не очень, прям, ну, все, вселенная разрушилась. Да нет, вроде бы нет. Просто как будто бы я со временем к серии остыла, потому что у нее уже есть второй сезон, или даже, по-моему, уже третий сезон, третье дыхание, я даже не знаю. Знаю, что нынче выходит переиздание вот ТПБшки другого сезона, а я как-то вот не планирую продолжать. Но помню, что серия была классная, и первые, наверное, 5, а то и 6 томов мне очень сильно нравились, а вот 7-8, я уже не помню даже свои впечатления, вот прям полноценно. Помню, что прошла их очень быстро, такая, а, ну ок. Поставила точку, побежала дальше. В принципе, друзья, все. Мы посмотрели с вами вместе три видоса из 17-го года, примерно книг 20 получилось, и вот знаете, что оказалось, что из них у меня только вот 3, которые я отдала, так и не прочитав. Обычно я посчитываю те книги, которые у меня еще остались на полках, но в планах потенциальных, и в этих трех видео их нет. То есть книги были либо прочитаны, либо вот 3 я отдала, и, в принципе, не планирую их читать. Вот так бы всегда. И, разумеется, я приплюсовываю все трофеи и мои прочитанные книжки к предыдущему подсчету. И вот, что у нас с вами вышло в итоге по предыдущим трем выпускам и вместе с этим. Наверное, осенью сделаю еще один, возможно, даже и два выпуска этой рубрики, потому что она уж больно интересная, любопытно прослеживая свои эмоции, знаете, вот ожидания и как бы реальность. Ой, я надеюсь, что мне не понравится географ, и ты такой, ну как бы вроде бы да, но вроде бы не. Меня менеджер перебил, вам не видно, я сама покажу. Все, пора спать, короче. Короче, любопытно смотреть на свои ожидания и на несовпавшую реальность. Как-то вот так. В принципе, друзья, все. С вами была Аня Каприченко. Мы уже увидимся обязательно. Все, ребят, всем пока и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова